Так как у меня просто очень много точек, где я буду рассказывать очень мало времени, мне всегда приносила проблема синхронизации всего этого. То есть приходилось на флешке сюда таскать, потом где-то замещать старые версии документов другими, потом приходилось, ой, я забыл, по-моему, этот документ на той флешке. То есть нарастала, во-первых, хаос-версия этих документов, соответственно, начинались проблемы. То есть в какой-то момент мне не казалось просто нужной информацией. Потом иногда приходилось, не знаю, пользоваться сторонними сервисами, то есть я пользовался какими-то программками, которые потом в HTML выкладывали мои дела, ну то есть такой до Google период. Ну, были серьезные сложности. В частности, теперь в Google Docs я несколько функций своих исполняю. в частности, в юличных формах, как написано на первом слайде. Ну, вот это вы уже про меня знаете. Я хотел скорее сосредоточиться на нескольких идеях Google Docs, которые недавно только появились и появятся в скором будущем. То есть, скорее, если вы даже заходите, не знаю, как угодно, заточи Google Docs, ой, ну что, документы онлайн, ну и что. Вот. Я хочу вам рассказать о том, что будет вскоре. Раньше осталось зайти, не знаю, через месяц, создать трудные документы и подождать некоторое время. Итак, во-первых, нужно отметить, что значительная часть функций написана на HTML5, поэтому она доступна не у всех браузеров. Если вы заходите, у вас что-то не работает, поставьте интернет-экспор, желательно, последнюю версию, если вы, в конце этого браузера, или браузеру других версий, соответственно, тоже. Ну, можно чуть более ранних, но тоже не самых ранних. Есть утилита SynDocs. Она синхронизируется с папкой на компьютере. То есть вы ставите эту программу, она где-то там вторая версия. Вы выбираете. Вот эта папочка будет у меня папкой Google Документов. И там вообще очень простая работа. Вы берете, перетаскиваете в нее документ, ну, как в обычную папку скопируете, он опубликовался. Эта функция уже работает. Вот. Соответственно, создали какой-то документ у себя в Google Docs, он появился у вас на машине. Можно на всех машинах синхронизировать такую папку, и они будут еще и физически появляться. А папки, например, расшарены на такой языке. То есть некая такая синхронизация через Google Docs очень удобная. К сожалению, именно конкретно эта утилита, она сторонними разработчиками написана, она плавная. Я так понимаю, что я сейчас буду пытаться переключать посвящение химфакта. Вот. Именно эта утилита, она... Существует. Вот. Именно эта утилита, она в скором времени потеряет свое значение, потому что там Google скоро предложит инструмент для синхронизации. Не позже, чем сидим в 2017 году. Далее есть замечательная вещь, которая я пользовался как на мобильных устройствах, на приложении под Android, я про него позже подробно скажу, так и на обычной машине. OCR. Анализирует изображение PDF-файла, извлекает оттуда текст и пытается из него создать файл. Ну, часто мы сталкиваемся с потребностью распознать чьи-либо там набранные кем-то лекции, загнанные преподавателям в подверг, чтобы оттуда что-то скопировать, ну и прочие вещи. Вот эта функция теперь и русский язык тоже, то есть, по-моему, с сентября или августа, русский язык распознает. Ну, конечно, если за это в подверг был создан в теке. Если там, конечно, кто-то каракулями написал, потом отсканил и положил, ну, начинаются проблемы в зависимости от почерка. Но такое она тоже пытается распознать. Я вот аккуратно и хореографически печатно написал слово «Привет», распознал он русский язык. А вот, ну, взял лекции там свои. Электронные письма в Gmail. Вот очень важная вещь, функция. Можно преобразовывать документ Google Docs одним щелчком. То есть, правой кнопкой на письмо, письмо какое-то важное вам прислали, хотите со всеми поделиться, не присылать же всем. Бац, опубликовали как Google Docs, и все. Что готово, что нового нам релиз нам и готовит? Это Google Docs offline. То есть, может быть, я уже пропустил, это вчера появилось, но вот еще месяц назад точно не было. То есть, вы теперь можете их редактировать и offline, если у вас предварительно настроено, например, на мобильнике я этим ходу, предварительно настроено, что сохранять там кэш или память о телефоне. То есть, все, он синхронизировался, загрузил, и тут вы отредактировали. Он сам, когда ему надо, ну, явно до вашего следующего прихода, появился интернет, тут же синхронизировался, загрузился. Вот, сейчас вернусь в Google Drive. Формулы в формате лотех, то есть, они появились. Можно вот в Google Docs, вот который именно похожий на лот, там можно вставить формулу, и там редактор вот прямо с такими же операторами, как, ну, в техе, ну, в другую году, какой-то древний тех. То есть, в конце концов, тем, естественно, научникам, которым совсем уж тяжело набирать в теки, можно понабирать, попробовать там статью, а потом ее сконвертировать в какт-то, или вставить, вырезать в текст. То есть, если у вас нет возможности поставить текст на работе, там, или... Это зачем пишите научные статьи? Так, мгновенный перевод документов при редактировании. То есть, очень удобная функция, ставите галочку, выбираете какой-то язык, и у вас эти документы, то есть, набираете на русский, они тоже заменяются английскими словами. Ну, понятно, Google Переводчик, все его минусы и плюсы, вам известно. Вот. Синхронизацию с папкой на вашем компьютере я уже сказал. И вот самое основное, некая идея, которой были только слухи, она реанимировалась вот в этом году, а слухи они уже лет 5 ходят, о неком проекте, который дреет в недрах Google, Google Drive. Эта идея в следующем застоит. Каждому из нас, вот, после регистрации, там, пока он там в Google, соответственно, выделится некоторое адресное пространство, большее гигабайта, немного большее. Вот, в нем можно будет хранить не только, документы, но файлы любых форматов, изображения, музыку, видео загружать, расшаривать. Сейчас уже это доступно, ну, по-разному. Как-то фотки загружаются, как-то видео. Это единый личный компьютер, где-то на чужих серверах расположенный. Понятно, чем вы рискуете, конечно, консервисальностью, может быть, если вы не доверяете Google. Но, смотрите, в чем плюс. Вам не нужно больше устанавливать никаких программ, кроме браузера, на ваш компьютер. Если ваша сладенькая, старенькая машинка потянет какую-нибудь облегченную версию хрома, то вы, работая только с хромом, голым хромом на этой машине, можете иметь доступ, не устанавливая ни офис, ни скайп, ни различные вещи, которые вам нужны в повседневной жизни, как пользователя. Все будет доступно через этот сам кабинет Google Drive. Я надеюсь, движение в эту сторону будет происходить. Но вот этот проект реанимировали, и, возможно, в следующем году мы увидим альфа-версию. Решаем ли задачи? Можно вас? Я, в частности, сказал, что решаю проблему с онлайн-бухгалтерией, хотя бы в силу того, что он доступен из разных мест, с помощью каких-то простых формулок ввода и формулок. Все формулки как в целях работают. Например, если вы работаете, не знаю, каким-нибудь аналитиком в какой-нибудь фирме, то или там обновляете сайт МГУ или еще что-нибудь такое, то приходилось сталкиваться с тем, что там либо в HTML надо вставлять какие-то строчки, либо есть загрузчик там, уже специально для вас кем-то написанный. Вот, с помощью Google Doc'а легко публиковать, не знаю, начальник сказал, публикуйте прайс. Выложил килом ссылку всем, кому надо, расшарил. Если у вас какие-то изменения, обновил его, сделал. Получается, для конечного, не знаю, заказчика или пользователя но публикуйте, Продолжение следует...